Всем доброе утро. У меня сегодня завтрак, как в детском садике. Хлеб с маслом и яичко. Я помню, что нам в детском садике так давали. Вам давали, Тенис? Да. Кого еще давали? Пишите. Это прямо в детском саде завтрак. А еще чай с мятой и с лимоном. А я тебе дала? Сколько мяса? Иди и ешь. У меня впервые за много лет вот такие ногти. Как у мальчика. Короткие и не крашеные. Ну, с одной стороны, может, это и хорошо. Отдыхать. И волосы. Корни уже отросли. Я смотрю, девчонки переживают, что корни там отросли. Ногти. Ну, что такого? Не усы же отросли. Да? Вот если бы... Да, а что? Мешки подглазали? Да. Да, они у меня всегда. Не мягкие, потому что лицо-то только жду-то спушится. Отекше? Да. Не всегда так. Надо уточнить, сегодня в Мэгге работает ли невролог. На своя больную голову расходить. Может, действительно, препарат назначат поколоть. Постирать хочешь? Да, попробуй снять. У нас на этом диване чехлы съемные. Ой-ой-ой. Пыль? Ну, она просто отдираешь. И Денис решил снять и постирать чехлы. Ну, не знаю. Мне кажется, они в машинку не влезут, по-любому. А теперь в ванной постирать? Руками это нереально. Попробую, что из этого получится. Диван, конечно, дурацкий. Мы прям жалеем, что его купили. Что-то пришито. Или там пуговица какая-то. Как странно сделать. Вот такой огромный чехол. И его надо будет постирать. Это капец, конечно. Я не представляю, как это постирать. У нас про плитку, кстати, постоянно спрашивают. Вообще про ванну часто спрашивают у нас насчет швов. Вот смотрите, кто интересовался. Нормальные швы, не широкие. Мне кажется, все хорошо. Ну да, пять миллиметров, как положено. Не, ну можно и меньше. Три делаю. Денис не плиточник, он сам выкладывал. Но даже он сказал, что все он... Если кто-то будет, конечно. Ложил нормально и не было проблем. И еще Оля, по-моему, меня спрашивала про вот эту стойку душевую. Почему мы ее сделали здесь? Обычно же она в углу. Либо вот с этой стороны. Потому что, ребят, в углу ее никак не сделаешь. Видите, угол у нас. Как туда встанешь? Ну сделаем мы в углу и что? Она до нас даже не достанет. Здесь тоже у нас вот этот скат получается. Вот так. Сюда тоже она не как бы... Ну не встанешь просто под нее. Вот единственное, где пологий угол, это вот здесь вот. И поэтому стойка здесь. Все нормально. Мы купаемся, закрываем шторку. Но она никуда не льется, вода. Все хорошо у нас. Поэтому и кран видите хорошо. Здесь я достаю до него. А если бы был в углу, я бы просто до крана даже не достала. рукой. Поэтому стойка у нас вот почти в конце ванны. Это уже у меня спрашивали. Да. Это оптимальное просто расположение для... Именно для нашей ванны. Для вашей не знаю там как будет. Ты сейчас будешь стирать что-то? Я пока замочу. Ну набери полную ванну да и пусть лежит. Набери полную ванну да и пусть лежит. Набери полную ванну да и пусть лежит. Ты чего сидишь? Ножки мне лижешь, а? Котенок. Котенок. Привет скажи. Мы приехали в гараж. Денис менял резину на своей машине. Поставили вот летнюю. А я в это время шарахалась по магазинам. Сходила в фикс прайсе в пятерочку. Потом покажу вам что купила. Вот так всякие там. Колеса поменяли. Мы здесь когда-то жили. Сейчас живет наш свекор на третьем этаже. Мы после свадьбы здесь много лет жили. Здесь такой частный сектор. И раньше здесь были грядки. Я еще помню сажала. Здесь огороды были у людей. А сейчас разрешили построить гаражи. Мы тоже построили. Подкачиваем колеса. И уже сейчас поедем домой. Свекры машину загнали. Вот этот гараж строили Денис с папой с моим. Сами полностью. Ну тут так себе. Он такой не сильно у нас оборудованный. Так скажем. Денис тут полочек наделал тоже сам. Из старой мебели. Здесь тоже. Всякие инструменты развешены. Снег есть. Но он такой вот немножко лежит. Нормально. Посмотрите какое небо голубое. Не зря говорят, что за время карантина все очистилось. Реально. А то вечером тут были полоски от этого. От самолетов. А теперь. Такая красота. Устрою вам рубрику, что купила. Прямо в машине. Пока Денис там разбирается со своими колесами. В общем вот такая трава для кошек продается в фикс прайсе. По-моему 50 или 70 рублей. Я так поняла. Тут лоточек. Его просто поливать. И вырастет травка. Для кошки овес. Как раз сейчас весна. Вот такие пакеты. Мне очень нравятся. Они ароматизированные. Пахнут так вкусно лимончиком. Вот такие салфетки для интимной гигиены. У меня всегда в туалете лежат. Купила целую упаковку мыла. Абсолют антибактериальное. Крем мыла. Пусть будет. Антибактериального у меня нет. У меня конечно мыла полно. Но не антибактериальное. Вот такие салфетки Aura. Тоже с антибактериальным эффектом. Тоже пусть все лежат. Пригодятся. Ну, сплат свой любимый. Вы уже знаете, что я только им пользуюсь. Вот такой и вот такой. Он дешевле всего в фикс прайсе. Вот такую щетку для кошки. Тоже расческа массажер. Она у нас очень любит расчесываться. Попробую вот эту. Она на руку одевается. Купила вот такие интересные жидкие патчи для глаз. Смотрите. Вот так они выглядят. Сейчас я попробую. Расскажу вам эффект. Выдавливаются видимо. Но сейчас не буду. Сейчас руки грязные. Купила вот такой массажер. Ролик. Он идет как для зоны вокруг глаз. Но я хочу просто лицо массажировать. Там магнитный ролик. И не только лицо. Не знаю. Посмотрим. Приехали мы с этого. С гаража. Поменяли колеса. Садимся кушать. У нас такой суп. Это Денис варил. Он взял и туда тыкву добавил. Суп конечно странный. Ну в смысле он вкусный. Но со странным таким привкусом тыквы. Доедаем. Запах тыквы. Да. Запах тыквы. Доедаем салат утренний. И это мой неудавшийся муравейник. Снимала вам рецепт. Но его не выложу. Потому что такая куча получилась. Это. Причупуриваешь? Да. Причупуриваю. Ну вообще-то можно было и погладить. А и дома нафига гладить? Ладно. Все. Ходи как хочешь. В общем пока Денис там менял колеса я учила свекр готовить. Он прожил с женщиной 20 лет. С теть Надей. 20 лет они прожили. В общем. И она уехала. Но она старше его. Ей уже 70. Да? Больше 70. Что? А ты не знаешь? Ну ей по моему 70 точно. И 72 что ли. В общем начались болячки. И она уехала поближе к дочери в Татарию. А он остался один. И он говорит я уже за 20 лет отвык готовить. И в общем. Можно говорит я тебе буду звонить. Я говорю конечно можно спрашивать. Он спрашивал у меня там где что купить. Как крупы сварить там. Я ему говорю вы замачивайте с вечера. Чтобы быстрее варились. В общем вот так. И пока не забыла. Сейчас пока сидела читала комментарии. Спрашивали вот про эти сережки. Это бижутерия это не золотые. Это я. Может столько не зарабатывать. На такие камни. На такие камни. А ну да. Денис говорит мы столько не зарабатываем на такие камни. Ну нет. Зачем есть же не с бриллиантами. А как они называются? Сапфиры. Какие сапфиры? Сваровские. Кристаллы. Сваровские всякие да. Короче говоря. Это бижутерия. Это Ирина раньше занималась. Сестра Дениса. Я не знаю. Она сейчас занимается кстати этим или нет. Бижутерией. Там у нее хорошая была бижутерия. Я у нее вот эти покупала. Или она мне дарила. Уже не помню. Ирина если ты смотришь напиши под видео. Занимаешься ты до сих пор или нет. Вот. Качественная бижутерия. Вот. Им уже сколько? Года два точно. Если не три. Они не облазят. Ничего. Вот. И еще у меня спрашивали почему я не веду прямой эфир. Стримы делать. А вообще мои. Хочешь? Угу. Хочешь стримы делать? Я так стесняюсь ты что хочешь. Вот. Как я там стримовался. Вот. Вся правда. Мы очень стеснительные. Ха-ха. Ха-ха. Не ну честно. Я вообще трус. Ужасный трус. Я из тех людей которые всего боятся. И очень пропускают все через себя. Я могу очень сильно расстроиться из-за комментариев. Вплоть до там. До приема успокоительных. Я могу разорветься из-за какой-нибудь кошечки бездомной. Если вижу что там голодная холодная. Я могу вплоть до обморока. Если вижу аварию на дороге. Я очень сильно воспринимаю все. Пропускаю через себя. Поэтому. Я трус. Я не представляю вообще прямой эфир. Чтобы я. Ну. С людьми я общаться люблю. Как бы. Ну. Я знаю что в прямой эфир на стримы заходят. Как те кто. Кому я нравлюсь. Так и те кто. Кто меня терпеть не может. И ненавидят. А я буду из-за этого расстраиваться. Я этого не боюсь. Но я буду. Я знаю что из-за этого буду нервничать. Все плохие сообщения. Нужен модератор. Нужно будет удалять. И в общем. Вот это все. Мне этого не хочется. Чтобы я. До трясучки. Давления. Что у меня поднялось. В общем. Не хочу. Пока. Ну. Не знаю. Может быть. Напьюсь успокоительных. И как-нибудь выйду в прямой эфир. А пока. Я что-то побаиваюсь. Я знаю что у меня очень много хороших. Даже вот. Девяносто пять процентов. На канале. У меня хороших людей. Которые мне нравились. Которые со мной. Ну. Есть. И конечно. Так. Не очень хороший комментарий. Хотя. Да. Как у всех. Хотя. Сейчас их уже даже намного меньше. Я разбирала тут свой фотоальбом. Хотела вам показать. Думала. У меня есть фотография. Дениса. Потому что. Денису говорят. Что. Он похож на моего отца. Я вам хотела показать. Его детскую фотографию. Где его мама изображена. Он на свою мать очень сильно похож. Но. У меня. К сожалению. Ее не оказалось. Видимо. Я видела у них. Нашла. Две его детские фотографии. Вот. Вот. Это он. Тут даже по моему подписано. 1984 год. Это ему год получается. А здесь ничего нет. Наверное он младше. А это моя фотография детская. Я весь держу. Вот. Сейчас пересматривала свой фотоальбом. Это я. Это тоже я. Это все мы на соревнованиях в основном. Вот это я с короткой стрижкой. Да. Это мне наверное лет 15 или 16 было. Я взяла и отрезала волосы. Вот. Тут конечно не все можно вам показывать. Так. Вот это моя подруга с Питера Галя. Это подруга с которой мы общаемся. Прям со школы. Ну вот это тоже я. У меня подруга видимо волосы от России. Это все в тире снято. Вот это Денис крайний. Это Саша у нас. Он сейчас в Мурманске. Дима. Это я тоже. Что тут еще интересного. Ну вот Денис. Он такой был всегда худенький. Сейчас такой толстенький. Это мы с ним. Мы еще тогда кстати даже не встречались. Это тоже мы все с медалями. Вечно по каким-нибудь соревнованиям шлялись. Зовет постоянно в Питер нас. Как-нибудь надо слетать. Когда все это утихомирится. Это моя двоюродная сестра с мужем на свадьбе. Так. Где я? Вот я с ними. Тогда рыжая какая-то была. А это даже не знаю откуда у меня эти фотки. Это мой двоюродный брат Сергей. Вот он здесь крайний. Здесь вот. И вот здесь. Он служил по контракту в Таджикистане. Вот город Курган-Тюбе. Разведрота. Он сейчас военный. Тоже в Питере живет с женой. Тут тоже. Это тоже я. Это мы с Галькой. Тоже мы. Здесь с двоюродным братом. В деревне по-моему. Короче. Тут уже. Так. Это я училась в техникуме с девчонками. А это наш выпускной. Такие-то интересные. Вера, Лена, я и Галя. Главное платье одела только на такую часть. Как сказать официальную. Потом была уже в джинсовом костюме. У меня были джинсы такие. И рубашка. У меня везде род ушей. Где не посмотрю. А вот тоже фотография у меня маленькой. У меня вообще смешные фотки, где я маленькая. Надо как-нибудь к вам прийти и показать вам. Что я не знаю.